Ну что, уважаемые зрители видеоканала Планета дзюдо, вот и собрались мы в нашей скромной обители, в бортовщине у Влада. Наш документальный театр продолжается, и сегодня начало года, и у нас такая теплая, дружественная беседа. Владимир Николаевич Ильчанинов, Алексей Орлов, знаете, шеф наш местный, я Роман. И ждем еще Рустема Аликова, который сейчас вот-вот, или с камнями, или без, но должен приехать. А он говорит, камни нужны, я говорю, в тебя кидали что ли там? Он говорит, нет. Какие? Камни из почек? Он говорит, нет. За пазухой? Он говорит, тоже нет. Я говорю, а что ты тогда делаешь? Он говорит, а что везти? Вези себя и все, что можешь. Так что он едет. А поздравить-то мы когда? Да. Сразу. Сразу будем. Поздравляем Владимира Николаевича. Ну, мы уже сделали небольшое интервью, но еще мы в нашей компании. Ничего себе небольшое. Отметили Владимира Николаевича на международном уровне. Ну, в принципе, это давно заслуженно. Седьмой дан Международной Федерации дзюдо. Домашняя обстановка. Домашняя обстановка, да. Без вина, без водки. Да, но зато, вы же сказали, это лучше. Алексея, чай, лучшее вина и водки. Настоянно коньяки. Мы говорим сегодня вообще обо всем. И тему педагогики, тренерской деятельности. Все затронем. Что-то вырежем. Иногда, может, будет нецензурная речь. Но это только для усиления звука. Для усиления эффекта будут слова великого и могучего языка. Ну что, мы, кстати, начали в парилке обсуждать вопрос, почему не следует методикам. Вот вроде бы есть методика, которая ведет к результату работы. Есть методика, которая работает. Мы с вами говорили и про Чумакова. Мы с вами говорили про ваши методики. Мы с вами говорили еще про методики некоторых тренеров. Но потом перестают работать. Кстати, я задал себе вопрос. Мы, кстати, с вами обсуждали тоже. Как разобраться? Методика это или это случайность? Мы с вами говорили и о так называемых спортсменах, допустим. Или просто возьмем до жизни. Людям, которые просто гениальны от природы своей. И, в принципе, тогда уже не стоит говорить. Да, они дают результат не потому, что методика, а потому, что гениальность. Бывает даже вопреки тренировкам они дают результат. Я, кстати, помню, был у Расула Бакиева, у отца. И смотрел их тренировки. И, имея пятерых сыновей, из которых три заслуживших мастера спорта, тренировки были, как я их назвал, средневековые. То есть я спрашиваю, ребята, что вы так все время работаете? То есть ужас, я таких тренировок плохих не видел никогда. Но, тем не менее, вот сыновья, генетика, вот именно вот эта вот, заточена под борьбу. Алишер, заслуживший мастер спорта, Рустам, вообще там чуть ли не в 17 лет на Олимпиаду попал в Монреале. И потом вот Расул стал призером Олимпиады. Сейчас у него там, у него уже племянники, внуки, так сказать, отца борются. Это только чисто природа. А сами тренировки очень плохие. Результат? Так, нет, Ахмали, Влад Ахмали, вот даже в том же Таджикистане, они сами говорят, вот кроме его сыновей, из его школы никто не борется. Вот и результат. В Таджикистане? Да. Они даже там редко на республике там что-то выиграют уже. Вот ребята из этой школы. Очень-очень-очень редко. И опять же, я так говорю, в основном не за счет того, что они так тренируются, а вот именно на счет того, что они от природы такие заточены. Вообще, я всегда и с одним таджиком говорил, что, ну, ребята, у них вот этот густин, густин-гирей, национальная борьба, она уже столетия, там, не одно столетие все борются. Вот вы можете себе представить, они еще вот так проводятся, это вот, дождь борется, в любую погоду борются на эти праздники свои религиозные, по случаю свадьбы какой-нибудь там, но любой повод есть, чтобы собрать народ. Они-то обычно проводят так вот, находят, ну, как бы, долину между двух гор, вот так вот, склоны, между двух склонов, тысяч под десять сидят, вы не поверите. И сидят, вот там борются они часов в восемь-девять, и все сидят, смотрят. Причем, что мне понравилось, там так борьбу любят, что вот... Смотреть? Нет, именно любят борьбу. Ну, ты представь себе, ты можешь себе представить, чтобы какой-нибудь член правительства там сидел и с утра до вечера смотрел борьбу? Ну, это у них культура. У них культура борьбы. У них испокон веков это идет. Нет, они просто, понимаешь, любят борьбу, они ее понимают, борьбу. Потому что все прошли через это, все мужчины прошли через борьбу. Ну, в принципе, дурак, там каждый мужчина. Там зритель, он не просто зритель, как, допустим, фанат футбола, он сам прошел через это все. Вот это тоже имеет значение, знаете, он не просто наблюдает за этим, как обыватель, пришедший там... Ну, еще я говорю, генетика, а потом, ты знаешь, ведь тоже вот Юрий Алексеевич Алёхин говорил, ты понимаешь, есть спортсмены, вот которому либо покажешь движение, он его сразу делает правильно, либо он сам это находит и делает интересное движение. Вот, кстати, про меня тоже говорю. Вот, я говорю, на тебе там своих учеников там тренировал Трошкина, Андрюха Егорова, других, то, что у меня была школа вот эта курская там, я, он говорит, ты делаешь движение сразу правильно, тебе не надо там его как бы заучивать, он просто что-то подсказал и с листа, с листа делаешь. Вот таких вот спортсменов много, честно говоря. Просто единственное, вот я сейчас убедился, там наверху за счет одного таланта очень тяжело. Надо быть либо очень талантливым, вот, а выиграть надо только за счет тактики. Вот, я тебе рассказывал, последний пример, как вот Дашка проиграла Беладид, как она еле-еле выиграла грузину Шарда Ташвили, потому что тактика была правильно выставлена. Им дали взять захват рабочий. Вот, ты знаешь, это моя методика, я разрушаю рабочий захват, рабочую позицию спортсмена. И они, у меня ученики не борются, просто так вышли, он просто борется. Он начинает, что он нейтрализует спортсмена, не позволяет ему провести технику. Вот это было сейчас ярко продемонстрировано, вот, наверное, на этой последней Олимпиаде, когда японка не дала взять захват Дашке ни разу, нет, один раз за всю схватку Дашка взяла один раз захват. Точно так же с Шахеевым, с ним вышел Шарда Ташвили, стал бороться в неудобной для его стойки. И двигаться не туда, куда ему нужно. И он его бросил не вправо, куда он обычно бросает, задней подножкой, подхватом, а бросил его влево. Вы, случайно, не читали книгу «Искусство войны» Лао Цзуи? Там, кстати, вот, это еще написано было, там, в 500-600-е годы до нашей эры, как бы. И там вот он описывает всю стратегию вообще ведения войны, но, по большому счету, любой поединок, любая соревновательная деятельность, это, ну, некие военные сражения, ну, так назовем, да, война некоторая. Ну, Ром, прийти. Бой, бой, бой. Ну, в принципе. И вот он там, вот вы говорите, что, вот сейчас, вот он это все описывал еще тогда, как выстроить, есть защита, нападение, как, вот эти все моменты. Я, кстати, рекомендую, кто преподает, найти эту книгу, всю ее перечитать. Там все досконально описано. Ну, он, правда, вел с точки зрения войны, но, в принципе, там он говорит это с точки зрения жизни. Нет, ну, принцип очень простой, Ром, просто надо соперника лишить его основной силы. Вот, вот, вот. И основного его преимущества. А у нас, как выходят, спортсмены часто борются, выходят, и, как петухи, кто кого заклюет, или как два барана, там, кто кого перебадает. Я помню как-то своим друзьям, великим, там, трейерам, не буду называть фамилии, которые имеют призеров олимпиады, точно так же, как я сказал, что, я говорю, вот, мне, например, на первенстве чемпионат России ездить неинтересно. Я говорю, собирает стадо баранов и выясняет, у кого рога крепче. У меня вот, коллеги мои обиделись. Николаевич, ну, что ты так говоришь? Я говорю, ребят, ну, покажите мне интеллектуала, который обыгрывает. Именно, который обыгрывает. Чтобы зрелищность было. Это искусство уже, искусство, поэтому вот я говорю. А быть бойцом, бараном вот этим, вот, и своей стеной, головой пробивать стену соперника, да, может быть, это, ну, в принципе, может быть, это тоже, как бы, для победы иногда нужно. Рустам Шамильевич, здравствуйте, вы как раз вовремя. Вы в нашу театральную постановку полетят твои все сладости. Прям сразу включаетесь. О, смотри, вот. А кольцо не с творогом, случайно? С творогом. Молодец. Вот он, апостол. Кольца с творогом! Опа. Мы что, мы пойдем выключать тогда? Что выключать? А мы пойдем гриль. Мы поскорим, как Рустам Шамиль будет раздеваться. Прям на камеру разошелся. Это будет тряс, маленький стритчист, это будет изюминка нашего всего, документального театра. Изюминка. На 100 килограммов. 103, уже. 103, вес взял. Что-то знакомое, но уже не помню. Литвейн. А? Литвейн. Ну, корица, гвоздика, а фрукты, а фрукты, афельсин. Мы в баню когда ходили, спиделили. У меня была страшная мысль, что, может быть, этот бородатый человек уехал. Ты что, варень? Понимаешь? Да. Телефон недоступен. Я так же звонил, помнишь тогда, в панике-то? Ага. Со шкафами уехал. У меня реально в панике возникло. Думаю, все, уехал опять на... Ну, кто-то мне сказал, все нормально, я так успокоился. Я сейчас вижу, что все нормально. Не знал я, что вы так заботитесь обо мне. Очень. Ну, иногда только. Иногда. Сто лет не ест творог. Ну, все. Что, пойдем погремимся? Представляете, начало года и кольцо с творогом. Весь год удачный будет. У Рустама Шамильевича отдельный оплодоспект. Делать олимпийские кольца, да? Ну, а сколько здесь их? Раз, два. Как раз осталось. Лишнее убрали. Уберем ауди, получится. О, а сейчас это же семинар, да, и Питер, по правилам, по-моему. По новым правилам? В Питере он написали. Говорят, теперь на зеленый свет ездить нельзя. Нет. Ты про машину сидишь? Про какие правила? Вот джиудо. В Питере с львом, с львом, с львом. Да? Ну, вот, с львом призвали, да. Но мы прошли с Памиль. Правила на правилах и правилами погоняем. Нет, я не помню, было же там правила, я же говорю. Да? А что там? Обшагивание нельзя, что там, да? Ну, что, греться идем? Корейскую спину мы зайдем. Давай сразу, мы пойдем греться. Они же грелись, они? Ага. Нет, вот, есть что? Нет, нет, нормально. Туда нельзя садиться. Почему? Ну, там камера все. Ваши широкие изюменные плечи. Ты не выпил совсем? Нет, садись здесь. Нет, нет, сейчас пойдем греться. Мы пока делаем паузу. Девушки отдыхают... Нет. 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 Продолжение следует...